Здравствуйте! Мы на канале Виноград из Однодачи. С вами Владимир Исаенко. Сегодня 27 июня 2021 года. И вот на протяжении последнего месяца поступают неоднократно одни и те же вопросы. Тема одна и та же. Нужно ли помливать виноград? Как поливать виноград? Сколько поливать виноград? Наверное, имеется в виду, сколько воды туда надо лить. Вот такие вопросы поступали неоднократно. Я, конечно, отвечал на них, но решил, что, наверное, надо сделать видео, чтобы сделать такой один ответ. Нужно ли поливать виноград? Ну вот я смотрел некоторые видеоролики белорусских блогеров, где они показывают, как выращивают виноград там в Белоруссии. Вот один говорит, что у меня виноград удается, получается. Почему? Потому что я делаю там дренажи для стока воды. Дождей много. Много воды в грунте. И его не то, что надо поливать, а наоборот надо как бы осушать. Так что все зависит от того, где вы находитесь. А с другой стороны, с Одесской области мне один виноградер написал, что он чуть ли не тонны воды льет под свои кусты. Ну, имеется в виду не под один куст, естественно, а на весь виноград. Так что тут надо смотреть по ситуации. Ну, единственная общая рекомендация, что касается полива, что необходимо делать первый полив, когда почка набухает, и дать азотного удобрения. Ну, той же амофоски или нитроаммофоски. Где-то в пределах 20-30 грамм на растения. Ну, вот я знаю, у каждого же там свои приспособления. Кто капельный полив использует, кто дренажи делает, кто ничего не делает, а просто так льет на землю. Это самый худший вариант. Как поливать? Вот тоже у меня есть целый ряд роликов. В этом ролике я рассказываю, показываю, как делать поливы по дренажам. И они у меня есть. Правда, не на все кусты. Только жаль, воды нету. Вот когда-то было, делали мы на нашей даче систему полива. Ну, сейчас это все разрушено. И, естественно, ничего нету. Вот. Дренажи стоят пустые. Воду зонтливать можно. Вот. Только ее нету. Это вот такая ситуация. Другие есть делают такие канавки. Вот тот же Василий Евдокимович Акушенко. И он в этом видео рассказывает, как он поливает. Канавку сделал, залил водой. Вот. Вода впиталась за гордук. Вот. Весь полив. Когда поливать? Так вот, первый полив, я сказал, это полив подкормка стартующая. Делается для того, чтобы растение стартовало в росте. Вот. И у Вас хорошие, нормальные были грозди. Значит, когда набухает почка? Вы скажете, что разные сорта винограда по-разному набухают? Да. Одни раньше, другие позже. Ну, где-то выберите середину. Или сделайте отдельные поливы. Вообще-то и садить надо. Вот. Плохо, если, допустим, сейчас многие делают прививки. На одном кусту может быть как минимум 4, а то и 5, и 6 разных сортов. Так вот, необходимо как-то эти прививки группировать так, что если у Вас куст многосортный, со многими прививками, то там они одного срока созревания. То есть эти ультра ранние, те очень ранние, потом ранние, средние, поздние. Для того, чтобы можно было вот эти операции, а особенно опрыскивание по защите. Потому что может случиться так, что у Вас на одном сорте винограда зеленая ягода, и вспышка какой-то болезни, его надо брызгать. А на этом же рукаве, на этом же кусту, на других рукавах очень ранние, когда ягода уже вот-вот созреет, и его надо срывать кушать. И как-то добыть. Поэтому необходимо вот такие, если прививки делаете, старайтесь их как-то делать, чтобы у Вас кусты были по срокам созревания, все-таки придерживаться вот этого. Так вот, последующие прививки. Ну вот, сельскохозяйственные хозяйства, которые занимают промышленно выращиванием винограда, вот, не любители, любители так, вырастил хорошо, но тот, кто живет с винограда, то тоже его, может быть, назвать надо промышленником, да? Вот. А если вот так, как я, у меня дача и виноград я никому не продаю, только для собственного пользования, то и то не хочется потерять урожай. Урожай должен сохраниться, я его сохраняю. Вот. Так вот, на тех промышленных виноградниках делаются следующие поливы. Значит, полив делается, вот, весной зарядковый. Вот. Это когда начинается рост. Перед цветением, вот, желательно где-то так за несколько дней, за неделю до цветения. После цветения, когда уже завязь образовалась, вот. Потом, когда начинается размягчаться ягода. Это сколько? Раз, два, три, четыре полива, да? Ну, и в случае необходимости уже осенью зарядковый полив на зиму. Тоже обязательный. Пять поливов. Сколько необходимо поливать, сколько необходимо лить воды? Значит, для винограда нужно делать поливы, вот, редкие. Вот тут я насчитал сколько? Шесть поливов, да? Вот. Ну, может быть, осень будет слишком такая влажная, много дождей. Откинем. Пять поливов. Вот. Всего. Не двадцать пять, что там буквально через каждые три дня и поливать. А вот так. Но заливать надо воды много. Много так, что если вы поливаете по дренаже, вот в трубке дренажа, после того, как вы перестали туда лить воду, или вот если вы канаву прорыли, вот, тем же мотоблоком или вручную, и туда воду заливаете, что там она постояла хотя бы минут пятнадцать. У нас же еще разные грунты есть. Если песок все вгук и ушло, если глина, там другая картина. Ну, вот, примерно вот таким образом. Вот. Ну и самое главное, смотреть по состоянию вашей почвы на глубине, там, где расположены корни. А корни расположены, как правило, где? Вот. Это на глубине тридцать-сорок сантиметров, если правильно ведется выращивание. То есть, если вы ежегодно, а то и два раза на год проводите рыхление почвы, то ли лопатой, то ли мотоблоком, неважно, тогда вы, переворачивая почву, мелкие корешки, которые устремляются вверх, уничтожаете, не допускаете росяных корней. Если у вас виноград выращивается вокруг ствола, делается лунка или катаровки вы делаете. Ну, я делаю лунки, я катаровок не делаю, у меня виноград весь в лунках. Вот, видели фильмы, там, где Гергеля я показывал, там у него такие металлические круги. Он ставит металлический круг после посадки саженца, и там земли нету. То есть, от уровня, от поверхности земли общего уровня до поверхности, там, где корни находятся, находятся где-то сантиметров 15. Это для того, чтобы не делать катаровку, чтобы не распространялись корни росяные, и тогда не будет проблем весной. Вот, а так, неоднократно, вот, к ним не обращались, это самое, что делать. Вот, и в этом году, во многих, это самое, кусты пропали, из-за того, что были морозы, были морозы на голую землю. Вот, у меня тут на даче был мороз до минус 20 на голую землю. Вот, с моими кустами все в порядке. Даже школка, которую оставил я, кудерки, вот, вот, такой вид она имеет сейчас. Вот, и та не пропала, там выборочно пропала, где-то процентов 20, где-то 30, может быть. Хотя там корни расположены были очень мелко. Почему? Потому что черенок сажаешь глубиной на сантиметров, там, 10-15, для того, чтобы с весны шел хорошо прогрев и хорошо шло корни образования. Вот, но это не для всех сортов. Это для кудерки это нормально. Но если посадите другой какой-то, особенно европейские сорта, азиатские сорта, вот, то там картинка будет другая, и там они погибнут точно. Поэтому не берите в этом плане с меня пример. Я просто показываю, какая ситуация может быть, что не всегда оно и плохо. Ну, вот это все, что касается поливов. Если очень сильная жара идет, засуха, вот, и вы разрыли, и посмотрели, там почва сухая, вот, а это еще видно по верхушке побега, по коронке побега. Когда коронка побега загнута, как на этом фото, значит, что, влаги достаточно, идет интенсивный рост. Когда коронка выпрямилась, вот, тогда что? Тогда влаги недостаточно, вот, и роста нету. Вот, до августа месяца, а может быть на юге там немного и позже, надо обеспечивать рост винограда, рост ягоды, рост хроздей, рост коронок побега. Вот, в моей ситуации, вот, на Полтавщине, это центральная часть Украины, уже в августе рост побегов винограда нежелательный. Вот, его надо даже прищепнуть для того, чтобы рост прекратился. Те соки, которые образуются, питательные вещества, шли на рост ягоды, на ее созревание, а также на созревание лозы. Созревание лозы – очень важный момент. А он очень сильно зависит от роста, от силы роста. А сила роста зависит от наличия питательных веществ и, в первую очередь, влаги. Вот, если вы виноградник посадили там, где грунтовые воды близко, вот, у меня такой был случай, вот, потом у моего друга тоже был такой случай. Я посадил, был виноград на участке, на приусадебном участке в родителей. Вот, их участки эти выдали были, засыпали болото, вот, и на этом болоте построен целый поселок. Вот, глубина залегания грунтовых вод, ну, с весны метр, метр, не более. Вот, под осень полтора, вот. И вот виноград, какой тут полив, он первые три года вроде бы нормально и рос. Все было хорошо, газа вызревала. Но уже на 4-й, 5-й началась непредсказуемая картина. Корни достали вот этой воды подземной, этого болота. А там еще мула полно удобрения, очень великолепный. Рост очень сильный, вызревания никакого. Вот, и на весну за зиму вся лоза вымерзала. Вот, где-то 2-3 года вот таким образом помучались. И потом это самое, я просто эти кусты убрал, чтобы их и не было. Тут надо еще смотреть, нужен ли полив от того, где растет ваш виноград. Где, какой участок вы выбрали под виноградник. Вот, та же самая история произошла и у моего друга. Ну, его дом находится в городе Полтавы, близко возле реки Ворскла. Тоже очень близкие грунтовые воды. И вот такая картина получилась. Пришлось от выращивания винограда отказаться. Хотя клубника, всякие там эти самые смородина, крыжовник растут великолепно. Деревья тоже могут замокать при таком близком расположении грунтовых вод. Хотя некоторые сорты тех же яблунь и слива, алыча растут прекрасно. Ну, вот это все. Я думаю, я ответил на вопрос, когда, сколько и нужно ли поливать вообще виноград. Спасибо всем за внимание. И всем желаю здоровья, щедрых урожаев и до встречи в следующих видео. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!